Девчонки Особенно от тех, кто приходит к нам из других салонов Сейчас салоны аромарелаксации Это правильное название тех салонов, которые передают те услуги, что и мы Они называются по-разному Это спа-салоны, это джентльмены клубы Знаете, я не буду перечислять, наверное, все Но вопрос такой Кто же сведущий, кто же где-то был, он спрашивает А у вас то же самое? То же самое, как где? Ну, то же самое бывает, называют какое-то название Название какого-то уже посещаемого имя места Иногда просто говорят А вот у вас то же самое, как везде? Знаете, нет Везде и в каждом отдельном случае, в каждом отдельном салоне, заведении Все по-разному Везде по-своему хотят преподнести услугу Везде делают разные ставки на разные вещи Я могу сказать только за тот салон, в котором работаю я На что делается ставка в нашем салоне? В нашем салоне, в первую очередь, делается ставка на профессионализм На хорошее отношение к гостю На приобретение своих клиентов, своих гостей То есть мы никогда не задерживаем человека у себя Не пытаемся его удержать любыми способами Если мы видим, что человек пришел совершенно не за тем Потому что наши услуги часто путают с услугой более сексуального характера Более сексуального характера Такие услуги у нас сейчас разные есть Почему я чуть не оговорилась То есть именно во множественном числе С другими услугами Я не буду сейчас тоже говорить о тех клубах Которые оказывают несколько другие услуги, чем мы Мы предлагаем именно чувственные ароморелаксы Где наши посетители Это человек бизнеса Как правило, руководящий Занимая руководящую должность Человек, который просто Работает И позволяет себе отдыхать Кроме людей бизнеса К нам приходят Просто люди, которые работают И работают так, что могут позволить себе Тот отдых, который бы они хотели получить И, конечно, мы стараемся для таких людей Преподнести свою услугу в наиболее хорошем свете То есть преподнести тот ароморелакс, который, в общем, изначально был в нашем городе задуман как услуга Кто как работает, мы не знаем Мы не особо, можно сказать, интересуемся в плане методиками работы Или организациями труда в других салонах Почему? Потому что у нас давно выработана своя система Своя система Свои имиджевые моменты работы Я думаю, что каждый салон, каждое заведение такого характера Работает по-своему Есть свои наработки Нравятся они вам, не нравятся Это решать вам Но наша работа вся направлена Несколько на Скажем Конечно, мы зарабатываем С помощью Предоставления этих услуг Но все равно больше Мы хотим Рассказать людям, что же такое Донести до сведений Что такое на самом деле Аром Релакс Насколько он полезен Насколько он интересен Какие бывают виды То есть разнообразие его О том, как правильно к нему относиться Вот это вот то, к чему стремится наш салон Поэтому я думаю, что не все ставят себе такие же сочные цели и задачи Те, кто занимается этим Потому что многим кажется, что это очень легко Что это не трудоемкая работа Вот хотя Тот, кто побывал на месте администратора Уже знает Что на самом деле Работа хотя бы даже одного администратора Это уже очень колоссальный труд Вот А сколько затрачивает при этом труда Люди, которые работают Непосредственно исполняют релаксы Это вообще Ну, иногда это переходит просто в разряд титанического труда Когда людей много Когда идет счет на время Когда идет Счет, так скажем, на популярность Собственную популярность То есть человек зарабатывает себе имя Человек преподносит себя новым гостям То есть это все на самом деле И моральный, и физический труд И это не так просто, не так легко Если кто-то открыл такой салон И думает, что это просто чистый заработок На самом деле это не так Это на самом деле и вложение определенных сил И достаточно очень больших сил Потому что просто закладывая идею заработка Ну, можно только, наоборот, дискредитировать Имя своего салона И название такой услуги, как ромарелаксация Многие даже не трудятся Чтобы назвать это правильно Многие это так, как вот повелось однажды Говорить эротический массаж Так его и обзывают На самом деле эротический массаж Ну, может быть, оно и правильно Но не для нас Не для нашей страны Потому что у нас это как-то все Не сводит в низы Приравнивает к чему-то Скажем, не просто к развлечению А к какому-то неприличному Виду услуг На самом деле Хоть девушки, да, работают И обнаженные, и полуобнаженные Но работают красиво Работают качественно Именно работают Они просто развлекаются и не развлекаются Вот поэтому Есть чисто развлекательные заведения Которые не озадачиваются Качественными релаксами В том числе массажными частями этих релаксов А есть заведения В частности, наше заведение Относится к такому разряду Которые именно хотят Преподать эту услугу Качественные Поэтому вопрос То же самое? Нет Я отвечу нет Не то же самое Далеко не то же самое Вы можете это сравнить И прийти туда Где делают Ставку На Чисто на заработок Чисто на развлечения И можете прийти к нам И посмотрите Каковы различия И заодно определитесь А что нужно вам Если вы наш клиент То добро пожаловать Отдыхайте только с нами Пока